Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Да, действительно, всем огромный привет! Ну, дорогие друзья, вы уже знаете этого молодого человека, и сегодня у нас будет видео-сюрприз. Да, большой сюрприз. Мы погрузим вас в то, в принципе, чем я и занимаюсь отчасти. То есть вы узнаете все секреты. Для тех, кто впервые попал на это видео, хочу представить Анатолий Вовк, историк моды, учился во Франции, и у нас с ним есть совместное видео. Да. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем расширять горизонты нашего знакомства. И общения, да. И общения, да. Сегодня мы только что обсудили брошки, но видео будет не об этом. Потом об этом поговорим, да, как-нибудь. Сегодня очень-очень необычная фотосъемка будет у учениц Анатолия Вовка. Сейчас он расскажет. Сначала, я думаю, ты вообще расскажи про твою школу. Что такое, как учиться, твой проект вот этот. Расскажи. Ну, вообще, это был сначала проект. Меня пригласили читать лекции в одну из школ третьего возраста. Ну, такие школы, где женщины, скажем, после 50-ти, 60-ти, 70-ти, 90-ти, 80-ти, конечно же, учатся. Ну, после 40-та начнем. После 50-ти уже такие вот, контингент после. Они учатся. И они предложили мне провести курсы кройки шитья. Шитья не умеют. А, это вот как раз, где тебе предложили, да? А потом я решил, почему бы мне не организовать свое. И вот год назад я организовал проект, который называется Мода 50+. И, кстати, у Анатолия есть свой канал, где можно посмотреть видео на эту тему, да? То есть, это видео у тебя набрало вообще миллион или сколько-то просмотров, да? Да, миллион сто тысяч где-то там. Выстрелило. Паучок Ютуба его потащил. Вот. И там очень много, кстати, посвященных этому. Да, я говорю немножко про стиль, говорю немножко про моду. И вот этот проект, который позволяет женщинам после 50-ти почувствовать себя не только красивыми, но и нужными. Поэтому такой виток и толчок жить, что они забывают свои невзгоды. Они начинают новую жизнь. И я настолько рад, потому что вы сегодня увидите, какие это ученицы. У них происходит психологический просто прорыв вот этой натуры, которую... Это вот там вот галдеж идет. Это вот там работает несколько визажистов, парикмахеров, которые приводят в порядок сколько? Пять моделей, по-моему, особенно. Они абсолютно разные, но практически все в одной возрастной категории. Ну, все красотки, я уже видела. 55-57 лет, да. Просто супер. А теперь расскажи про свою школу. Вот как она, как в нее поступить? Как тебе написать? Напишите мне в соцсети, можете ВКонтакте написать. Я вам все расскажу. В январе стартует новый набор. В январе? Да. В конце января, наверное, да? Да, да, да. В середине-то все еще будут. Да, да, конец января. И вот сейчас вы увидите один из моих наборов. И сегодня мы будем как раз-таки снимать, потому что по завершению каждого курса, каждый курс длится три месяца, мы обычно снимаем съемки. Но я не люблю, знаете, когда... Я скажу, я не один, который занимается возрастом. Есть те, кто делают лучше меня, я уверен. Но просто кто-то их просто снимает. На просторе Ютуба таких нет. На просторе кто-то их снимает? Мы просто общаемся, видишь, с аудиторией Ютуба. И я лично не встречала никого, кто бы организовала такой проект. Даже я сама 50+, но у меня нет такого проекта. Кто-то их просто снимает как моделей, а я наоборот делаю так, чтобы они в жизни выглядели. Потому что одно дело, когда вы наряжаете женщину, снимаете и она уходит домой, а другое дело, когда она такая остается, и она радуется этому, и она делает правильную укладку в моей школе, она делает правильный лифтинг, макияж, исходя из особенностей ее кожи. Она занимается хореографией, она занимается подиумным шагом, она занимается стрейчингом или растяжкой, она занимается современными танцами, она занимается с дизайнерами нашего города, она ходит в модные дома, она ходит как бонус на модные тусовки. На тусовки, да. А пригласи меня на модную тусовку. Давай, я как-нибудь приглашу тебя. У меня же по профессии много куда приглашают, поэтому можно. Пригласи меня, я с удовольствием поснимаю для вас, дорогие друзья. Окунемся в модную тусовку, я же фэшн-блогер. Да? Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я помню, когда Анатолий первый раз увидел, это было в музее. Эр-арта, да? Да, эр-арта. Вот. Я ему говорю, я фэшн-блогер, я фэшн-блогер. Ну, он так посмотрел на меня, скептично. Да? Ну, сейчас? Поверил? Ну, конечно. Дорогие друзья, на самом деле, я сейчас структурирую немножечко. Что касается школы, если вы, это вполне доступно, и любая желающая может написать Анатолию, и он расскажет о том, как поучиться в ней три месяца. Два раза в неделю, да, проходят занятия. Они разные, да, меняются? Они абсолютно разные, да. Сегодня с визажистом. Причем подбирают именно индивидуальные вопросы. Ну, а нет, я не... То есть, как бы работают с каждым индивидуальным. Как, допустим, где-то пишут в каких-то журналах, там, статьи или ютюб, общие черты. Сильно к вам она подходит, специалисты говорят, ой, у вас здесь, допустим, скажем, сухая кожа, у вас здесь есть, скажем, морщинки, вам нужен такой-такой-такой-то. Поэтому лучше это не пробовать? Да, да, да. А если это дорого, давайте найдем аналог, который будет чуть-чуть, скажем, побюджетнее, он тоже будет эффективнее. И я вижу результат, когда мои дамы приходят на светское мероприятие, на них все смотрят. И для меня это вот похвала. А скажи, пожалуйста, а как вообще люди идут на то... Ну, вот смотри, женщина жила 50 лет, делала там одну прическу, носила один тип очков, да, там, использовала помаду одного цвета. А ты ей говоришь, вы знаете, лучше бы вам попробовать что-то другое. И я просто по себе знаю, что многие люди, типа, теоретически хотят меняться, но практически нет, ни за что. Скажи, пожалуйста, к концу трех месяцев обучения, допустим, первый курс, есть изменения в карточке даже у людей, которые... Кардинально. Вообще люди, которые ко мне приходят, это свободные люди, то есть они уже хотят не просто прослужить курс и поставить галочку, это люди, которые действительно приходят и они хотят измениться. У меня есть огромное количество примеров, когда люди меняются. Например, новый набор я набрал, и женщина пришла, я говорю, а почему у вас цвет свеклы на голове? Цвет такого борща хорошего. А она будет нас смотреть? Я думаю, да. Но она настолько... А ты ей сказал, что у нее цвет борща? Да, у нее настолько желание измениться, говорю, вам нужно постричься, открыть голову, убрать лишние волосы, сменить прическу, стрижку, а главное сменить цвет волос. Я ей дал номер моего парикмахера, и она уже записалась по нему. Вот что значит мотивация. То есть она уже знает и говорит мне, вы мой учитель, а учителей нужно слушать. А сначала она не очень была готова. Наоборот, она пришла и уже говорит, что я согласна. А что, как делать, как быть с теми, которые... Я психологически с ними работаю, вот как психолог. То есть нужно объяснять человеку, что будет, если измениться, а что будет, если не меняться и оставаться в той же самой ситуации. А что касается вот твоих лекций, которые тоже входят в курсы этой школы, истории моды, какие темы ты там затрагиваешь? Мы затрагиваем темы икон стиля, причем не самых таких распространенных, типа Мерлин Монро, Бриджит Бардо и другие. Мы говорим о тех иконах стиля, которые в России, к сожалению, не знают, но которые могут помочь при выборе стиля. Вообще, я всегда говорю, что стиль такая вещь тонкая, что стиль определяется знанием, сколько у человека знания. Ведь если человек широко смотрит на мир и много знает, то у него есть примеры, в которых он может брать какие-то, скажем, референсы или, ну вот, например, по прическе, или, скажем, по внешнему виду, или, скажем, по сочетанию украшений. Когда человек знает много различных личностей, да, много различных периодов в истории моды, он готов воспринимать, и ему проще, понимаешь, ему проще. Ну, я думаю, что те, кто приходит все равно так или иначе в твою школу, они в какой-то степени, ну, готовы, наверное. Они очень смелые, да. Я просто проводила в клинике имидж-консультации, сталкивалась с этими сложностями, я знаю, что это не так просто. Ты молодец. Спасибо. Ну, я хочу сказать, что, наверное, у нас выйдет два ролика, сегодня вот, ну, такое интервью, что ли, да, вот, а потом уже будем показывать модели. И попробуем, может быть, у них взять интервью, почему они пришли. Да, давай, давай. Все женщины, я уже вижу, замечательные, потому что обсуждают картины модельяне, и вообще... Я их очень уважаю за это, но вообще, я скажу правду, я человек очень непростой, и порой со мной непросто бывает работать, потому что у меня есть определенный курс, и то, как я вижу этих женщин, это курс направления, да, куда-то, и когда, допустим, я снимаю, я хочу, чтобы это было так. Но все мои женщины, которые со мной работают, которые у меня учатся, да, они следуют моим указаниям, и получаются действительно хорошие результаты. Моим указаниям. Правда, я этому очень рад. Слушай, ну молодец. Я еще хочу сказать, что мне очень понравился, например, сюжет в Инстаграм, я видела, да, как приходили в Дом моды к Стасу Лопаткину. Да, это был им большой бонус. Я надеюсь, что после Нового года я напрошусь к Стасу все-таки, потому что там так красиво, там такие потрясающие вещи, я надеюсь, он покажет нам. Стас, покажи, пожалуйста. Я думаю, что зрителям это будет настолько интересно. Я тоже так думаю, что это будет интересно и захватывающе. Тем более, что мне вот стиль Стаса очень нравится. Ну, а также мы можем и какие-то светские тусовки в дальнейшем обсуждать. Сейчас вот быстренько зима, вот это раз, два, и уже в марте, считай, весна, будет уже день, припадет солнышко. Солнышко. Можешь вместе с нами ходить. Да, да. Можно меня, да, в качестве оператора. Вот, дорогие друзья. И, ну, я не знаю, давай еще поговорим о брошке. Значит, я под сегодняшним видео получила... Ну-ка, подождите. Что там? Подойдите ко мне. Ну, идите сюда. Ко мне идите сюда. Или не так? Взбито больше. На меня ниже. В кадр войдете. Ничего страшного, она же красивая. Ей можно убрать ей со лба все. Вот здесь поровнее сделать вот сюда. Да, вот мне вверху. Да, поровнее, да, открыть ушко. А вот здесь сделать ей немножко как бы волна вот сюда уходит, да, вот так. Пройдите сюда, на против. Хорошо? Вот я сейчас вам обозначил немножко, да? Метер действия. Я вот так вам обозначил, да? Вот так. Все-таки должно быть такой стиль беженка очень... Как это по-русски сказать? Необрятно. Хорошо. И причем должна быть такая... Изяшная небрежность это называется. Да. И это причем действительно должна быть интеллигентно. То есть такая небрежность, но интеллигентно. Как будто бы графиня утром встала. И не успела. Да. А ее подсматривали. Графиня после 17-го года в Париже. Да. Ой, как красиво. Игна, красавица. Все просто вообще шикарные женщины. Просто... Дорогие друзья, у нас осталось 26 минут до начала съемки. Дорогие друзья, про брошки тогда не успеваем, что ли, поговорить? Про брошки нет. Но про брошки можем поговорить, потому что у меня тоже есть очень интересная коллекция брошек. Я собираю винтажные брошки и антикварные брошки, микромозаику, итальянскую микромозаику, конца 19-го, начала 20-го столетия. У нас такая пластика. Вот, я очень люблю музыкальные инструменты, лютни, гитары, скрипки в форме, как раз таки в форме броши, и они сделаны из микромозаики. Я хотела про Грошку проговорить, про голову Мавра. Ну ладно. Вот мы как-то обговорим с тобой. Ладно, время поджимает, там люди работают, все тогда. До встречи в следующем видео, в котором будете смотреть уже непосредственно моделей. Да-да-да, поэтому дождитесь обязательно, я думаю, вам понравится, и вы увидите. Я в разные дни выпущу, то есть сначала вот это наше видео, чтобы было понятно, а там уже... Ну сразу скажу, я не снимаю в кокошниках, я не снимаю в руссконародных костюмах, это действительно, то, как я их вижу, современных женщин. Это необычная обувь, необычная одежда от современных молодых дизайнеров. Сегодня ты будешь какого дизайнера делать? Все расскажу. Да? Все расскажу, да. И я рад, потому что вот мы недавно делали большой показ с моими дамами, как раз таки современной одеждой, и многие потом вернулись в этот магазин и купили. Да. Представляешь? Они пришли и купили. Магазин называется Фрик Бутик. А где он? Он находится в центре на метро Владимирское. И этот магазин, или еще концепт-стор, есть у них магазин 42 называется. Магазин, который делает вещи для молодежных течений, субкультуры. Да такие удобные вещи. Там такой интересный крой, такой деконструктивист. И многие женщины после нашего с ними дефиле пришли и купили эти вещи, потому что их настолько удобно носить. Они мне говорят, я бы никогда бы не пришла бы в такой магазин сама. Да. Я говорю, боюсь, да? Ну, когда там выходят, допустим, молодые люди с розовыми волосами или женщины, девушки синими. А когда они их почувствовали на себе, на деле, вот тогда-то у них и пришло осознание того, что и молодежная одежда может хорошо сидеть. Ведь если мы поедем в Европу, мы не увидим ни одной красивой, стильной женщине после 50-ти, которой он поднашивает свои старые растянутые свитера с люрексом. Или там штопанное-перештопанное платье. А я люрекс люблю, но современный. Современный. Знаешь, какое современное звучание? Аня, моя дорогая бабуля. Да. Я ничего против не имею этого. Но если мы хотим быть чуточку моложе, нужно одеваться современнее. Вообще, я считаю, что женщине после 50-ти не рекомендуется носить винтажные вещи. Это, наоборот, прибавит возраста, а вот как раз-таки молодежные вещи осовременнее. И это очень важно, потому что когда человек выглядит моложе, когда он меняется постоянно и не боится начинать что-то новое, я считаю, вот это, наверное, главное такое вот лекарство и полиция. Я Анатолию ботинки показала. Я вам потом его еще ботинки покажу. Это тоже-тоже обычное. Ну ладно, ладно, не такие уж обычные. Ну все, дорогие друзья. Все. Ждем следующего видео. Да, ждем следующего. Пока-пока. Пока-пока, мы скоро увидимся. Обязательно, если есть какие-то вопросы, пишите мне ВКонтакте, я не злой, не кусаюсь, отвечаю на все вопросы. Вдруг у вас будут какие-то насущные проблемы, и я в этом смогу вам помочь, и я буду этому очень рад. Ну все. Пойдем. Пойдем.